Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Катюша Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Катюша Отдыхаем, ребята Перерыв Надя, завтракать! Надя, завтракать давай! Надя! Надя! Кастун! 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 Надежда! Надя! Кастун! 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 Ты чего? Давай, давай, быстрее, живее. У нас, между прочим, последняя репетиция. Слушай, я не могу. Вон, пусть Глеб сыграет. Ты же чувствуешь героя, да? Интересно. Мне казалось, ты решил с нами ехать. Да, я хотел, правда. Пенсионеры – это же самая чувствительная аудитория, верно? Ну, конечно. На благотворительных спектаклях денег не заработаешь. Тань, подожди. У меня сюрприз для тебя, Тань. Красивая. Здравствуй, Андрей Дмитриевич. Привет. Я тебя что, со свидания выдернул? Да нет, все нормально. Слушай, ну ты помнишь все? Да. Про кофемашину? Конечно. Про прятки? Да? Еще бы. Ну смотри. Все будет нормально. Ну, наконец-то. Здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Точно? Да, вот крестиков нет. Все, все, все. Ну, давай уроки вперед. Ладно. Договор? Да. Будешь что-нибудь? Не, я уроки пошла делать. Ну, давай. Милая, вот ей давай пустое обещание. С ней только я могу справиться. Судя по дому, ее родители тебя не обижают. Она живет с отцом, так что можно считать, что наполовину сирота. Я бронирую столик в хорошем ресторане. Я не голодна. Слушай, прости еще раз. В следующий раз все, железно. Я ведь даже не Хлюдова репетирую. Вот, послушай. Вы несколько столетий казните людей, которых признаете преступниками. И что же? Перевелись они? Не перевелись. А количество их только увеличилось. И теми преступниками, которые развращаются в наказание, а еще теми судьями, прокурорами, следователями, тюремщиками, которые сидят и наказывают людей. Гастон, иди сюда. Гастон, ты здесь? Гастон. Привет, Кастик. Гастон, Гастон. Гастон, реши. Я вот не могу понять, он хороший или нет. Думаешь, ему можно доверять? Мне-то, что он хороший. Ты объясняешь, Хлеба просветлевать не получилось. Это у меня получится. Его нужно только на себя оправлять и все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Молчишь, пока я не спрошу. Если понял, кем не. На счет пять, да и труп. Один. Два. Где девочка? Вниз. Что? Вниз. Ну все, приехали. Мы опаздываем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да я домой хотел позвонить. Леон watts вы... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Лёнь? Лёня? 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А! Помогите! Нет, никто тебя не услышит. Помогите, убивают! Ладно. Кто? Кто? Покорно. Лава болит? Немного. У меня тоже. Ну, выпей. Поможем. Воды налей. Запей. Молодец. Молодец. Пойдем. Садись. Пойдем. Садись. Садись. Пойдем. Молодец. Нашёл с ребёнком общий язык. Это вас в институте учат? Нет. Просто ей нравится история о любви. Да уж. Мне про любовь не рассказывать. Разумная девочка. Достань мне её. Зачем вам она? У меня с её отцом нерешённый вопрос. Я не могу. Нет. Послушай. Да я сам отец. Сделаешь. Иди на все четыре стороны. Подвинься. Ближе. Ты думаешь, у меня охота? Трупы оставляю. Трупы оставляю. Папочка, повстречения щи. Пожалуйста. У��entar отцов. Лёня, да ты? Ты тот? Да. Вот и забралась. Давай, я тебя вытащу. Лёнь, позвони в полицию. Там ходит какой-то бандит. Так я уж позвонил. Я боюсь, он же ещё там. Он был. Он был, но когда я позвонил, тут же сбежал. Воры они же такие трусливые очень. Вот смотри. Видишь? Тут никого нет. Давай, иди сюда. Всё равно страшно. Знаешь, как он хотел меня поймать? Надя, конечно. Подожди. Ты же не знал про моё убежище. Как не знал? Мне этого папа рассказывал. Ты врёшь. И папа не знал про моё убежище. Ты врун. Надя, я не вру, честно. Ты с ним заодно. Надя, Надя, нет, слышишь? Ты всегда обещаете. Папа, мама. Ты обещаешь. Вы все всегда так делаете. Надя. Я тебя очень прошу. Пожалуйста. Иди ко мне. Нет. Надя, господи, да не бывает в жизни всё так, как мы хотим. Понимаешь? Жизнь не сказка. И родители твои развелись, потому что жизнь это не сказка. Это херня какая-то, Надь. Почему всегда так? Я не знаю. Из-за нас. Я вообще должен был с Таней быть. Выступать перед пенсионерами, но не поехал. Почему не поехал? Я деньги коплю, чтобы в Москву уехать. По кастингам ходить, да в кино сниматься, если повезёт. Понимаешь? Попроси денег у мамы или у папы. Да. Сколько даст водитель автобуса или повару столовой? Им самим сложно. Ты сейчас опять скажешь, что я избалованная. Нет, нет. Надь, просто все сложные. Разные. Смотри. Крыса. А ну быстро иди сюда. Они заразу переносят разную. Это не крыса, а мышка. Это мой лучший друг Гастон. Я как раз хотела тебя с ним познакомить. Заползай ко мне. Надь, я не могу. Я тебе должен кое-что сказать. Так надо, поверьте. С кем ты разговариваешь? Это он? Да. Он здесь и... Он ничего тебе не сделает. Ты обманывал? Да, потому что иначе он меня убьёт. Да что ему от меня надо? Не от тебя. Ему кое-что нужно, но от твоего папы. Он хочет взять меня за ложники. Но если папа откажется ему дать что-то, я на ютубе смотрела. В заложниках могут кого-нибудь... Я заложник. Я. Я поняла. Он выкуп хочет. Я знаю, где деньги. Папа много зарабатывает. В кабинете есть сейф. Там много денег. Папа пачками их туда приносил. Улезай, девочка. Она же сказала вам, где деньги. Что вам ещё нужно? Ты знаешь. Я в этом не участвую. У тебя трясу кулю. Ты меня при лебёнке убьёшь, да? Что вы делаете? Оставил так делать, а? Перестаньте, нет, не надо. Хватывай, пожалуйста. Я. Это ты не знал, оставил, ты стоил. Ты героинство отрешил? Удавите его, пожалуйста, нет! Ему больно. И тяжело дышать. Поняла? Не бейте его, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Он весь в крови. Вставай! Лёня! Лёня! Оставься от него! Только ты можешь его спасти. Вылезешь, я его отпущу. А вдруг он лишний свидетель? Давайте так. Он залезет сюда, а я к вам. Давай. Поклянитесь Богом и всем, кого любите. Клянусь. И руки покажите. Клянусь. Себе, кого люблю. Я сама. Давай. Сон, смотри. Продолжение следует... 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 Из телевизора, из радио, из интернета, отовсюду трубили, женщина саморучно убила своего сына, женщина неправильно использовала инсулит, женщина является убийцей собственного ребенка, даже я усомнился и поверил вам. Слушай, это были эмоции, это были эмоции от материи, от страшной трагедии, у него сейчас тоже эмоции, я прошу прощения. Что ты сказал? Эмоции? Да вы, черти, вы людей убиваете, вы сына моего убили, моя жена по вашей причине с ума сошла, а ты мне говоришь эмоции? Я виноват, я виноват, но я один это решаю. Чёрти, слушай сюда, в документе о закупках стоит твоя подпись. Запиши признание на видео, я такой-то, такой-то подписал документы на закупку заведомо некачественного инсулина, что явилось смертью 9-летнего ребенка Олега Каранина и вышлешь в видео мне. Если всё сделаешь правильно, твоя дочь останется живой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Голова кружится. Вижу женщину. Хорошо. Что еще видишь? Кажется. Кажется, он рядом. Он обходит меня, мне хана. Так, спокойно. Ляг и не дергайся. Алло, алло. Отбой. Это грибники были. Я с испугу телефон уронил. Молодец, Леня. Хорошо. Давай, двигайся дальше. Нет, я не могу. Лень, послушай. Леня, они вкололи Наде лошадиную дозу инсулина. И осталось минут 30, ты понимаешь? Да я сделаю только хуже. Нет, ты не сделаешь хуже, Леня. Ты знаешь, чем-то ей понравилось? Чем? Мы с ней ходили в детский театр и не спящу красавицу. Она по дороге домой все время повторяла. Хочу, чтобы принц к нам приходил. Я ее спрашиваю, почему? Она говорит, он настоящий. 2013. 16.04.2013 год. Я день рождения. Я перезвоню. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, Нюнечка, девочка моя, иди сюда. Ты что меня так боишь? Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, вот так вот. Вот так вот, вот так. Ну-ка, ну-ка, нельзя спать, нельзя спать, нельзя спать. Нельзя спать, нельзя спать, нельзя спать. Нельзя спать. Не спать, не спать, не спать, сказал, не спать. Я тебя прошу, не спать. Ну, пожалуйста, ну-ка. Наверное, даже нет. Сейчас. Сейчас. Алло, Андрей рядом, ему это слышать не надо. Сейчас, ну уже нет. В общем, начинайте операцию. Андрея придерживай, чтобы жертв не было лишних. А, как же девочка? Как получится, сам понимаешь. Понимаю. Я не понял. Телефон положи на багажник. Отойди. 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 Что ты делаешь? У тебя туда ехать не надо? Или ты в войну решил поиграть? Стой, где стоишь. Он тебя поломает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 16 марта 2018 года поставил свою подпись и печать на договоре между Министерством и закрытым акционерным обществом МедПАКС на поставку инсулина. До появления этого госзаказа такого закрытого акционерного общества МедПАКС вообще не существовало. Это должно было быть поводом для дополнительной проверки. Я намеренно отменил отменил проверку. Инсулин был распределен по аптекам и городским больницам. Мальчик 9 лет, Олег Каранин, страдал от хронического сакарного диабета. У него мама кололой им инсулин. Согласно установленному медицинскому регламенту, но это не предотвратило гипоглимическую полную смерть. Возможно, потому что в препарате на закрытую акционерному обществу МедПАКС в воздействии низкое сбережание. Ну-ка, это, дыши! Я вина. Дыши, 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 дыши! Дыши, дыши, дыши! По крайней мере, повторную проверку я сделал так, чтобы эта проверка не проводилась. За эту сделку я бы очень хорошим... Стой! Дыши! Я попрошу, дыши! Дыши! Ты слышишь меня? У всех тех, кто потерял самое дорогое, я... Слышишь меня? Ну-ка, давай дышим! Не вздумай! Смерти этого ребенка и, возможно, многих других. Я хочу попросить прощения. Если бы мог, я попросил упрощения у самого Олега. Я очень люблю свою дочь. Все, что я делал, я делал ради нее. Для того, чтобы она чувствовала себя за каменной стеной. Я виноват. Я прошу меня простить. Уст tries a crises a case. route me up. resource of my child. It's fine. jrmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmdjhmd Конечно не можешь, конечно, конечно не можешь, посмотри, на, поешь, вставай, дойдешь сама, точно, мне надо тетя себя плохо чувствовать, понимаешь, ну, пойдем. Ну что? Я тебя люблю, люблю, буду хорошо, пожалуйста, вернись, я хочу тебя прошу, я ведь, я ведь не могу больше так жить, ты вернешься? Сейчас буду еще учиться кататься, так, так, папа смотри, у меня получается держать равновесие, у меня получается, вот, очень трудно ехать, еще, да, да, ты помнишь? Еще попричу. 15 марта 2018 года поставил свои подписи печать на договоре по поставкам инсулина между министерством зашиваться акционерным обществом. Хочешь, ты не знаешь. Такого акционерного общества вообще не существовало. Это должно послужить поводом для дополнительной проверки, но я сделал так, чтобы этой проверки не проводилось. Инсулин стал распределяться по аптекам и городским больницам. Мальчик 9 лет, Олег Каранин, сразал от хронического сакронного диабета. Его мама колола его инсулина. Согласно установленному регламенту, но это не предотвратило гипотекемическую пробу и смерть. Нееет! Да, да, ты же сказала, ты же услышала, ты же услышала. Ну, 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 ну! Ну, ты же, ты же, ты же слышал. Тулаш, нашел. Олега, больше нет. Его нет. Это надо понять. Он умер. Мой номер. Мой номер. Наш мальчик. Он уже не знает. Мой номер. Мой номер. Мой номер. Хочется. За что? Ты сына моего забрал. Теперь жену замираешь. За что, Господи? Нет. Да. Черт. Черт, черт, черт. Черт. Черт, черт, черт. Черт. А ведь это, очевидно, нелепо. Ведь если мы посланы сюда, то по чей-нибудь воле для чего-нибудь. А мы решили, что живем только для своей радости. И это ясно, что нам дурно. Как было бы дурно работнику, не исполняющему волю хозяина. Выражено в этих заповедях. Только исполняй люди эти заповеди. На земле установится царствие Божье. Так вот оно. Тело моей жизни. Добрый день. Будьте любезны, телефон на одну минуту. А что случилось? Вот мое удостоверение. Дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Алло. 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 У нас тут заминка. У тебя не заминка. У тебя проблема. Ты зачем ему время лишнее дал? Теперь решай этот вопрос раз и навсегда. Хорошо. Все, я понял. Спасибо вам большое. А будьте любезны, подвезите меня. Сынок. Ну, съездим с тобой к морю. Мы же мечтаем. И мать. Субтитры сделал. Синяя вода. Мяво, голова. Солнце. Рыбки цветные. Красно. Вы же мечтали. Стоять! Там сейф. Помните, Надя говорила. Вам же они все равно не важны? Деньги там. О! Ну что, артист? Быть или быть? Сынок. У тебя 15 секунд. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Зашли. Растись. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Где? Где-то еще можно пройти? Иди сюда! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все цеплено, автомобиль нашли, преступник не обнаружен Субтитры создавал DimaTorzok Пистолет верни Тебе надо будет сделать оповержение Доча Папе надо ответить за все то, что он сделал Так что мы с тобой, наверное, будем редко видиться Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Просто я очень скучаю. Звони. Субтитры подогнал «Симон» Счастье ложь, но все-таки когда-то было Теплое, как летний дождь, прозрачно и неуловимо. Расселась, как дым, как ночь, заря в окне сверкая. Счастье уносило прочь, молча превращаясь в камни. Жмурились, хотели вернуть ночь. Давай покинем взрослый мир. Найдем убежище, пусть он горит, и черт бы с ним. Не жаль его вообще, пусть горит в их руках. Пепел к пеплу, праху прах. Их мир испортился, прогнил. И оставаться нет причин. Найдем убежище. Счастье ложь, но все-таки когда-то было. По капле, уходя в песок, таяло, казалось пылью. На обочинах пустых дорог, беда стучала в двери. Звала боялись посмотреть, прятались в нору, как звери. Не верили, хотели прогнать смерть. Давай покинем взрослый мир. Найдем убежище, пусть он горит, и черт бы с ним. Не жаль его вообще, пусть горит в их руках. Пепел к пеплу, праху прах. Их мир испортился, прогнил. И оставаться нет причин. Найдем убежище. Эх, не жаль его вообще. Найдем убежище. Эх, не жаль его вообще.